Президентский парламентский экспо Казахстан 2030. Название для плова кулинары решили политизировать, ведь в этом году независимой стране исполняется 25 лет. К этой дате и приурочили ежегодный фестиваль плова. Уже с раннего утра 32 ушпаза готовят свой особенный плов, чтобы покорить других судей. Весело переминаясь в танце с ноги на ногу, 83-летний Карим Сахимбаев перемешивает в Казани ароматный рис. Самый пожилой участник фестиваля уверяет, плов нужно готовить в хорошем настроении, тогда и блюдо обязательно получится. Впервые на фестивале плова среди участников повар европейской национальности. Гость из Алматы Владимир Краснобородкин решил попытать удачу. С традициями и блюдами узбекской диаспоры мужчина знаком давно. Плов – одно из любимых блюд Владимира. В арсенале у шпаза более 10 рецептов приготовления этого ароматного блюда. Занимаюсь я пловом 7 лет. Я не повар, я себя в шутку называю пловаром. Готовлю дома на рыбалке на 20-30 человек. Это мой самый большой объем сегодня будет. – Сколько килограмм? – Здесь 4 килограмма риса, лазер. Но секрет приготовления, я бы сказал, вот такая дружная, хорошая атмосфера, хороший чай и добрые люди. Вот это самое главное. Ровно в 12 дня повара закончили все дела и подали свои творения на суд строгому жюри. Несмотря на то, что выбор был нелегким, судьи беспристрастно подошли к выполнению своей миссии. – Цель данного мероприятия, чтобы уютить, во-первых. Во-вторых, чтобы представители разных этносов могли за дастарханом дружбы покушать хоть плов, попить чая и чтобы они добрее, добродушнее друг к другу относились. Это говорит о том, что мы будем притворять в жизнь идеи манглик-эль. Фестиваль плова в Шымкенте проходит уже в шестой раз. Это событие из года в год горожане ждут с нетерпением. Еще бы, ведь не часто можно и попробовать столько видов одного и того же блюда. Действительно, все используют мясо, масло, лук, морковь, специи и рис. Но каждый повар добавляет особый ингредиент, который в итоге сделает его плов самым-самым. Вкуснейшим яствам угощали всех желающих. Президентский плов понравился. Запах масла нету, не пересоленое, мясо вкусное и плов рассыпчатый. Хорезм палау, потому что в нем много специй, потому что он не жирный, очень ароматный. Нет, я не впервые, я поэтому специально за ним гонялась, за этим фестивалем. Он очень вкусный, ароматный, интересный, веселый. Оценив вкус, цвет, рассыпчатость и оформление плова, жюри назвала победителем фестиваля шимкентского повара Улукбека Хаджиметова. В награду талантливому кулинару достался ковер стоимостью 40 тысяч тенге. Двум ошпазам, занявшим второе место, вручили электропечи. Три участника, которые разделили между собой третье место, получили кувшины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова